всем привет сегодня рассмотрим установку виртуальной коробочки на винду но не как просил пользователи на винду 7 у меня десятка поставим на windows 10 также значит он спрашивал как установить туда значит на виртуальную коробочку там любой linux ну вот начнем по порядку с того что скачаем виртуальную коробочку в любом поисковике вот я пользуюсь google набираете virtual box идете значит на сайт загрузки и значит вот первое значит все поддерживаемые платформы скачиваете вот это расширение и скачиваете для винды вот практически все скачали значит два этих расширения два этих файлика и переходите в папочку можем так вот пойти где тут у нас загрузки вот загрузки здесь значит ну это даже дважды скачал уберу вот запускаете файлик со значком virtual box нажимаете на next 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 и next установить и пошла установка расширение вот уже значок появился ну и тут же запускаем все это дело если вы первый раз ставите винду то вот нам нужно пойти сюда вот самый первый пункт меню и пойти вот сюда в расширение у меня оно уже стоит но если вы ставите первый раз то у вас его не будет и тогда вот нажмете вот так вот установить вот оттуда откуда скачали устанавливаете это расширение установить согласны да вот расширение установлено теперь значит какие тут еще можно делать настройки ну под разные операционные системы разные допустим вот новая ну назовем его как ну ну давайте назовем его тест 1 операционные системы выберем линукс следующее вот я здесь значок вот этот всегда ставлю ближе к максимальному значению дальше тупо совсем соглашаюсь а вот тут уже иду и нажимаю желтый значок настройки здесь я выбираю процессор у меня в 4 я оставлю 2 здесь вот где-то вот так вот дисплей я ставлю вот таким вот образом и выбираю любой значит линукс который мне значит нравится ну давайте посмотрим вот у меня есть тут один линукс вот все настройки готовы проверяем его и запускаем соглашаемся ну смотрим тут что да как да почему вот это значит запустился у меня pc linux кеды очень хороший линукс почему потому что он самообновляемый то есть установив его один раз и там обновляя там раз там в одну две недели будете практически пользоваться им пока не надоест у меня кеды стояли я им года три пользовался вообще как трактор работает хорошая нормальная система значит плюс у нее есть очень хорошая возможность создавать изообразы текущего состояния операционной системы то есть вы можете создать изообраз своей системы выложить его на облако и там делиться со своими там друзьями и знакомыми тут много там всяких настроек всего вот вы там под себя когда все поднастроите есть такая возможность сделать снимок вот вы этот первый снимочек и делаете значит все нормально ю сожалению ля-ля-ля-ля-та-па-ля ну не знаю давайте вот здесь посмотрим что нибудь надо что нибудь там нет не хочу ладно закрываете и значит у вас вот практически все это дело готово. Теперь посмотрите внимательно вот сюда. Вот есть такая опция файл и экспорт. Вот она. Следующий. Куда сохранить? Ну давайте посмотрим. Ага. А я хочу сохранить его вот сюда. Для игрушки. И название дам ему PC Linux OS KDE Сохранить. Нажимаю на следующий. Дальше. Дальше. Давайте посмотрим. Что у нас тут имеется. Вот файлик получился размером 78 килобайт. А исходный файл 3 гидобайта. То есть понимаете весьма существенная разница. теперь как происходит импорт этих файликов. Вот я файлик сделал куда-нибудь его там скинул там на облако. Кто-то захотел познакомиться. Вот я сейчас уберу все здесь чтобы не мешало. Пойду в файл импорт загрузки. Вот он красавчик сидит. Ну и запустим его. в файл там в файл там и там в файл он и он и его он и файлик начинает загружаться ну скажу так не быстро и не медленно ну скажем нормально вот я опять перескочу на виртуальную доску вот практически загрузился файлик вы можете его там видоизменять затем делать снимочек сохранять все это дело пока в конце концов не отшлифуете все что как вам нравится создать готовый скажем результат ну если делаете для себя роли нет а вот если делаете для других то когда вы настраиваете значит вот этот файлик то вы никогда не вводите сюда никакие пароли вы можете установить допустим дропбокс там кладовочку мега там что угодно но никогда не вводите свое имя пользователя и свои пароли тогда такой файлик можно будет без всякого опасения выложить на любое облако и поделиться с ним скажем так этим файликом с друзьями а если вы делаете только для себя то естественно значит выкладывайте туда только если вы скажем так это способны ну ладно значит вот практически такая вот не не мудрая не сложная система значит ставится на винду да и на любую другую может ставиться ничего страшного тут нет вот ну ладно я с вами прощаюсь желаю всего самого доброго и до новых встреч до новых встреч